Заговор против главаря террористов ЛНР Игоря Плотницкого набирает обороты. Так называемые силовые структуры псевдореспублики объединились и в открытой форме высказываются против самозваного главаря. Об этом сообщает ЧАСПИК. Боевики в составе МГБ, которым заведует пасечник, МВД главарь Игорь Корнет, а также так называемая прокуратура, собираются свергнуть Плотницкого, перестали выполнять его приказы. Теперь свое решение о противостоянии самозваному главе псевдореспублики высказали и стахановские казаки. С видеообращением выступил боевик Василий Киселев, который называет себя в оккупированном боевиками Стаханове заместителем городского главы. Он негативно высказывается о верхушке главарей незаконной ЛНР, в частности о Плотницком, и высказывает свою поддержку пасечнику и Корнету. Таким образом уже создана многочисленная банда противников. Плотницкий же после этих заявлений ничего не комментировал. Я хотел бы сказать, что мы, руководство города Стаханова, жители, поддерживаем эту борьбу с коррупцией. Опять же, по той простой причине, что не за то мы поднимались, не за это мы боролись. Почему среди нас должны быть такие люди? Им не место среди нас, а тем более в руководстве республики. Боевики Подгорловка и Алексеевка снова получили только половину зарплаты, что вызвало серьезное недовольство. Об этом сообщил координатор партизанской группы «Тени» Александр Гладкин и своей странице в соцсетях передает Business.ua. Он отметил, что российская сторона в очередной раз продемонстрировала, как относятся к местным наемникам. Последние три дня проходит выдача зарплаты. Россияне получают всю сумму, местных же снова обделили. На руки выдают только половину. При этом заставляют подписываться за получение всех денег. Из-за этого начались возмущения. В часть Подгорловкой уже приезжал Басурин, чтобы как-то успокоить террористов, но не вышло. Теперь под Алексеевкой больше ста человек требуют свои деньги. Туда уже прибыло подразделение комендатуры, которое намерено заблокировать территорию. Разборки продолжаются, а тем временем местным жителям не заплатили и половины зарплаты или соцвыплат. На митинги они не выходят, потому что за протесты мирных жителей – расстрел. В оккупированном Донецке закрывают военный госпиталь. Раненых террористов выбрасывают на улицу. В сети обнародовано видео, в котором боевики жалуются, что пришел приказ в течение месяца закрыть госпиталь. Об этом пишет «Диалог», сообщает «Луганский радар». В частности, боевик Павел Раста говорит, что в пятницу главврач получил приказ о расформировании. Теперь там будет профилактическое учреждение для воинов-афганцев и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. То есть, по факту, здание забирают главарей террористов на свои нужды, а раненых боевиков выселяют на улицу. Возмущению нет предела. Они советуют своим главарям подавиться этим зданием. Главврач первого военного госпиталя получил проект приказа о расформировании госпиталя и об учреждении на его базе некоего профилактического учреждения для воинов-афганцев и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Фактически, это означает, что госпиталь выкидывают на улицу. И вместе с ним выкидывают на улицу всех бойцов, которые сейчас в нем лечатся. Вы хотите это здание? Так подавитесь им, ребята. Пусть оно встанет у вас поперек горла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!